Музыкальный момент Музыкальный момент Музыкальный момент С каждым конкурсом и количество участников увеличивается И прибавляется, так скажем, популярность Уровень конкурса, вернее Об уровне этого конкурса уже судят Все более широкая аудитория и специалистов Так скажем, ну если говорить опять же о жюри этого конкурса То была там и Ирина Грибулина, известный композитор, поэт-певица, телеведущая И в песни ее входит репертуар очень многих знаменитых исполнителей Как молодых и начинающих в том числе Так вот она сказала, что Сколько принимало участие в жюри Различных локальных конкурсов Но конкурс Сергея Пенкина Ей показался самым сильным И по составу жюри И по составу участников По уровню участников И, конечно, было очень много Желающих поучаствовать Так скажем, в различных Локальных В различных возрастных категориях Ну а если говорить о других членах жюри То это также известные люди Это Александр Клевич, артист-композитор, педагог по вокалу Сам продюсер студии звукозаписей Юно Рекордс А, кстати, до 2017 года он был ведущим солистом театра Геликон Опера Также является международных Также является организатором международных проектов Мастер-классов Для российских и иностранных артистов Была Ульяна Милошенко Артист Студии Ульяна Ми Певица, автор, композитор Продюсер музыки и голоса Актер дубляжа Марине Григориан Марине Григориан Музыкальный эксперт в области вокального искусства Анжировки и звукорежиссуры Что интересно, она победитель вокального конкурса в Нью-Йорке Ну и, конечно, Сергей Пенкин Но о нем долго говорить не буду Но и так вы его все знаете Просто добавить надо, что сейчас это уже заслуженный артист России Доцент кафедры эстрадно-джазового искусства В факультете музыкального искусства Московского института изящных искусств Педагогического государственного университета Вот так, МПГУ Олег, наверное, будет интересно нашим слушателям Услышать о наших участниках Кто из Пензы По-моему, от Гран-при Из какого-то лицея Был репортаж утром в «Экспрессе» Какой-то коллектив занял капеллу, они пели И еще какие-то были участники или участницы Вот об этом просто вкоротко расскажи Чтобы это было понятно О ком речь? Потому что многих московских или других регионов Наверное, не знают люди А вот наших линзиков знают Ну да Наверное, стоит начать с уже Участницы, которые принимают участие Уже принимала участие не первый год А как раз участвовала именно в том самом первом конкурсе Который мы посещали Вот с клубом творческих открытий «Меридиан» Это Милена Акчурина Она занимается в вокальной студии «Фэнтези» У педагога Жанны Игоревны Смольяновой И в этот раз она представляла очень сложную композицию Сложную, даже не сказать, песню Это вокал «Буя» Она пыталась показать свои вокальные возможности Но здесь что говорить Здесь это надо слышать, надо смотреть Кстати говоря, Саша Трансляция конкурса И в принципе Желающие могут, так сказать, ее увидеть Ну да, я смотрел, есть сайт Вокальный конкурс Сергея Пенкина Он на ВКонтакте Есть и там трансляции Можно посмотреть Ну, наверное, можно сказать Что вот, как бы закругляясь об этом конкурсе Сказать, что это будет осенью Наверное, вот в этом году другое Так скажем Но это не тур, а как бы Новый этот же конкурс вокальный Шестой, там, седьмой по счету Ну, наверное, седьмой, да Ну, планируется, да Это надо следить Вот чтобы, ну, я не знаю Кто любители вокального эстрадного творчества Могли следить за сайтом Этот аккаунтом Где, в общем-то, оповещают То, что, может быть, кто-то захочет Участвовать в этом конкурсе Конечно, конечно Мы рады, конечно Особенно вот И как журналист Когда участвует как можно больше Наших представителей Из Пензы, наших, я имею в виду, земляков И добавлю, что Сирануш Туманян участвовала Тоже пела песню на английском языке History repeating Так она называлась И, значит, Милена Акчурина Вновь получила диплом первой степени Это вот за ветер буян И Сирануш Туманян также получила диплом первой степени Ну, а гран-при В этот раз впервые они участвовали И получили ребята из эстрадной студии Премиум Которая, так сказать, действует при школе При гимназии номер 44 Пензы И, что интересно Они представили как раз Песню, которая называется Наша Пенза Ну да, я немного слышал Несколько минут Да, так интересно было Локальные моменты Разложено было на голоса Ну, давайте поздравим, наверное, наших земляков Конечно С очередной победой Конечно То есть не понял, что Пустым оттуда Да, конечно Ну, Олег, давай плавно перейдем ко второму вопросу Второй был фестиваль кинопесни имени Леонида Дербенева И здесь надо сказать о нашем же земляке Евгении Куликову Которого мы с тобой оба знаем хорошо Еще с тех времен 80-х Когда он работал здесь в Минской филармонии Мы тоже с ним встречались очень часто То есть наша группа «Венец» И его первая группа была не Куликово поле А что-то как-то по-другому называлось Вот А теперь он живет в Москве И вот он как бы один из организаторов этого фестиваля Конкурса имени Леонида Дербенева Расскажи вот об этом Потому что ты как бы второй раз приезжал в Москву Именно по этому поводу Саш, значит конкурс Дербенева Его даже называют народным конкурсом Это был юбилейный уже 10-й открытый московский фестиваль Конкурс кинопесни имени поэта Леонида Дербенева И все вот эти 10 лет Кстати говоря Евгений Куликов Был заместителем Так скажем Председателя жюри А председателем жюри Кстати была Член гильдии актеров кино России Актриса, режиссер И автор идеи этого конкурса И настоящая, можно сказать, его мама Это Ольга Мюнхаузен Вот такая сказочная фамилия И вот благодаря во многом Ее энтузиазму Этот конкурс Ну и поддержке Евгения Куликова Этот конкурс вот уже проходит 10 лет Сейчас, конечно, сложнее его уже организовать Поскольку Организовывать Поскольку он, так скажем На бесплатной основе То есть они раньше проводили конкурсы в Доме кино Сейчас это сложнее стало Вот И тем не менее Конкурс вызывает большой интерес И можно сказать Что и состав жюри Достаточно такой солидный Ну вот скажем так Что в этом году Помимо Евгения Куликова И Ольга Мюнхаузен В жюри Были, например, обладатель Гран-при Московского фестивального конкурса Этого же конкурса 2019 года Финалистка Шоу Голос 2021 года Это солистка Московского театра Оперетта Полина Клинникова Затем Лауреат Московского фестиваля Солистка Костромской филармонии Финалистка Телеконкурса Новая звезда Этого года И вот сейчас известного Телезионного шоу Ну-ка вы все вместе Прошлого года 23-го Артистка театра Певица Татьяна Сагина Из Костромы Затем Был Специальный Креспондент Газеты Вечерняя Москва Член сажер писателей Андрей Юрьевич Объедков И Наконец Музыкальный продюсер Резонанс ТВ Член жюри Десятого Фестивального конкурса Александр Капранов Ну то есть Вот такое Солидное жюри Ну так здорово Ты немного Коснись Все-таки Вот Исполнители Жюри Понятно Маститы Это хорошо И многие конечно знают Популярных наших Актеров Исполнительные песни А вот Кто участвует Контингент Скажем Кто поет песни Леонид Дербенев Мы знаем Что он написал Такое количество Несметных Просто Количество Песен Такое Тысяч По-моему Песен Как мы Позвучали В кинофильмах В сериалах Ну я не знаю В передаче Всяких Песен Да Конечно Это можно сказать Настоящая икона История кино Кинопесни Именно И вообще Эстрадного Нашего направления Отечественные эстрады А вообще Там несколько этапов Туров Вернее Этого конкурса То начинаются Они Эти туры Первый тур С 15 Февраля Февраля Вот он Проводится До 29 Марта Там было Пресканно 53 заявки Из разных Городов России А уже Во втором Очном Туре Вот Отсеялось Было 33 Участника И Вот Номинации Какие были Значит Номинации Профессиональные Исполнители Затем Непрофессиональные Исполнители И третья Номинация Коллективы То есть Тут Также Были еще Учреждены Специальные Призы За Сохранение Традиции За Обаяние Талант За Артистизм Вот То есть Вот Как бы Делили Представителей Вернее Участников Этого Конкурса На Профессиональных Непрофессиональных Тут Конечно Какие Вопросы И Вот Коллективы И Специальные Призы Ну Что хочу Сказать В основном Так Я В общем Могу Сделать Вывод Что В основном Конечно Это Люди Среднего И Старшего Возраста Среди Участников Этого Конкурса Ревалирует Именно Этот Возраст Вот К сожалению Молодых Там Маловато Представителей И Что Вот Отличает От Пенкинского Конкурса Да Этот конкурс То что Там Очень мало За всю историю По-моему Всего Вот за 10 Лет По-моему Два или три Участника Было Из Пензы Поэтому Ну давай Давай мы с тобой Позовем Значит Чтобы Люди Как-то Прониклись Все-таки Искусством И поэзии Леонида Дербенева И его Замечательных Песен Так как Композитор Он же Он же Сотрудничал И с Зацепином И с Тухмановым Ну да С всеми Композитор Много Прекрасных Песен Да Некоторые Такие Песни Я даже Не знал Что это Стихи Леонида Дербенева А песни Звучали Всегда По радио Я их Слышал С юности С молодости Ну понятно Такие хиты Да Хиты Которые Все знают Все знают Да Да Ну Давай пригласим С тобой На этот фестиваль Ну скажи пару слов Еще И Евгении Куликове Давай Передадим Привет Нашим Пензикам Пензенцам Если правильно Как правильно Так Сказать Так можно Да И так И так И так Мы иногда Общаемся По интернету Не перезваниваемся Конечно Но Друг друга Пишем Друг друга Пишем Ну И мы тоже С ним В общем-то Вконтакте Общаемся Ну Просто у меня Есть свой канал Пензики Встречи И там Как раз Мы регулярно Общаемся То есть Он рассказывает О своих новостях О переиздании Своих Дисков Своих Тогда еще Кассет Магнитофонных Да То есть Ну Мне это знакомо Так как мы Группу Венец Тоже писали На бобинные Кассеты И потом Скажем Распространяли Свои песни На Переписывали На такие Маленькие Кассеты Я в институте Как раз Учился В 80-е 82-87-е Я на каждую Сессию Привозил По несколько Кассет Которые Уходили Потом В разные Регионы Саранск И Белоруссию И Украину Где потом Пели С нашего Альбома Песни Жене По-моему Тоже Они Они прошли Этот этап Писали На бобинный Магнитофон Участвовали В разных Передачах Программах Включая Рождественские Встречи Пугачевой Ну Как бы Хотелось Не о прошлом А сейчас Он Как бы Чем он занимается Потому что Многие Музыканты Спрашивают А что Женя В Москве Делает Какая Его Сейчас Конкретная Вот кроме То что Он В кинофестивале В этом Участвует Ну Это не Кинофестиваль Это Московский Фестиваль Конкурс Кинопесни Ну Также Что Хочу сказать Что Он работает Над Книгой Которую Он пишет Затем Ну То есть У него Постоянный Круг Таких Творческих Различных Дел То есть Он Постоянно Вот сейчас Он пересдает Свои Альбомы Разных Лет Там Как-то Аранжируют Под современную Современным Уровнем Техники Да Ну И понятно Олег Это можно Послушать В принципе В К В К В К На Площадках В принципе Сейчас Это возможно Многие Музыканты Выкладывают Свои Релизы И альбомы И отдельные Песни У нас Уже Многие Пензенские Группы Давно Уже Занимаются Этим Делом Наверное С 17 С 18 Года Я Вот тоже В 23 Году Выложил Четыре Альбома Своих Релизы Альбом Улица Минуш Игнея Мама Серебряные Сны Так что Кто интересуется Пожалуйста И песнями Александра Серебрякова Евгения Куликова Сергея Пенкина Пожалуйста Можете Сейчас На цифровых Площадках Все послушать И В очень Хорошем Качестве Можно Переписать Себе В альбом Да Ну вот Вот этим Саша Он и занимается Сейчас Ну и плюс Воспитывает Дочерей Кого-то Уже Выдал Замуж Ну давай Поздравим Поздравим Вас С этим Вопросом Семьи Наверное Уже И внуки Есть Или ждет Внуков Нет Еще Потар Ну Я Олег Хотел бы Тебя Поблагодарить За нашу Сегодняшнюю Беседу Было интересно Я думаю Что интересно Будет И нашим Слушателям В интернете Пространственно На пространствах Интернета Вот Всего доброго Всего хорошего До свидания Всего доброго Буду рад Всегда пообщаться Рассказать Что-то интересное Ну и Пригласить Также на свой канал Если будут Какие-то вопросы Всегда можем Осветить Всего доброго Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok